Сегодня утром, накануне 27-й годовщины независимости нашей страны, на Центральной площади провели День Державного Прапора Украины. Желто-блакитный барвы символизируют Украину с древних времен. Кроме того, желто-голубой флаг был символом борьбы за национальные, социальные права и свободу украинского народа еще с 18-го столетия. 23 августа право поднять знамя Украины над Славутической площадью предоставили военнослужащим военной части 3041. Музыка Виталий Фёдор, руководитель дурак Центра «Стёшня» Я щиро вітаю всех с 2021 прапором и с Дня независимостей страны. В сегодняшний день эти святы имеют великое государственное значение, как символ объединения украинского народа, всего украинского народа вокруг идеи единственности, вокруг своей страны, вокруг идеи свободы и независимости Украины. Державный прапор является символом свободы и независимости, славы и отрожения Украины. Саме под этим знаменом утвердилась споконвечная, многовековая мечта украинского народа на свою страну, независимую страну, самостоятельную страну. И сегодня этот прапор надихает патриотов Украины на самопожертву, на подвиг, при устоянии ценности и суверенитету Украины. Майбутнє нашей страны, мы должны понимать, что зависит от каждого из нас. Якою будет Украина завтра, через 10-100 лет, зависит от каждого из нас. Яким будет Славутич в Украине, зависит от каждого из нас. Тож, в цей день, вважаю всем миро и славу, и натхнение в справах во имя нашей Украины и нашего Славутича. Слава Украине! Героям слава! Под жёлто-голубым флагом украинский народ и сегодня отстаивает свою независимость. Но, к сожалению, не все возвращаются с войны. Среди погибших героев есть и почётные жители Славутича. Александр Уткин, Василий Белый, Сергей Волнухин, Денис Вултур, Андрей Кириенко, Иван Лесников. Минуты молчания вспомнили собравшиеся на митинге славутических героев. Славутич захищенный, с одного боку, законами Украины, а с другого боку, нами, славутичанами. И еще одно, нужно помнить, за Славутич нужно бороться каждого дня, каждой час, каждой минуты за комфорт Славутича. Это тоже сегодня должно быть для нас истинною. Ну и понимаете сегодня, от каждого из нас зависит, какому будет Славутичу, но от каждого из нас зависит, как будет Украина. Конечно, князи по ходу ходили, но кроме того, история помнит, как они боролись один с одним за владу. И за тысячу роков что изменилось? Что изменилось? Знову машина вознял, в лапки берут. Боротьба за владу. Сегодня 27 лет, 27 лет, пройдет час, это такой маленький период, 30 лет, там 35-40, это маленький исторический час. Но за этот час, при всеми при том, а Украина есть. И по всей мере Украина будет, потому что есть мы. А от славутической молодежи в честь Дня Украинского флага прозвучала красивая песня. И не раз в Батиї, руйнували Київ. Ты с руин вставала, сіяла поля. Помогав все вишній, и молитва и песня. И козацкий рід, одна киевская земля. Субтитры создавал DimaTorzok Песня После этого почетные гости митинга возложили святые к памятнику Тараса Григорьевича Шевченко. В этот же день возложили святые к памятным доскам наших почетных граждан, погибших на войне. А вечером лучшие славучане получили награды и грамоты в честь Дня Независимости. А любители путешествий и красивой музыки поехали на звездный концерт в Батуре. На что вы им свою душу наеднику украинцам? На концерт еще несколько часов, но Руслана репетирует песни, поэтому те, кто пришли немножко раньше, уже раньше, услышали новые песни Русланы. Вот это о пользу того, что иногда лучше прийти на концерт пораньше. Во-первых, место занять хорошее. Место раньше услышать! ПЕСНЯ 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 Подробнее обо всем этом смотрите в новостях Славутича в субботу.